Дом культуры в микрорайоне Лазовом города Партизанска обрёл новый облик благодаря региональному проекту «Культурная среда» и национальному проекту «Культура». Основная задача капитального ремонта – сделать дом культуры Лазовы современным, но сохранить его историческую часть. Так чувствует моё сердце. Я хочу, чтобы история была, чтобы она сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Поэтому сталинский ампир для нас это важно. Мы хотели сохранить, и мы сохраняем. Мы бережем всё. И наш фасад, и наши колонны, и нашу лепнину, и чеканку, которая была сделана 65 лет назад. Дом культуры пользуется популярностью у местных жителей. Именно поэтому так важна была реконструкция здания. Помимо замены водопроводной коммуникации и канализации, сделан ремонт в кабинетах на первом этаже, обновлён фасад здания, заменены пластиковые окна. Также изменился и внутренний дворик учреждения. Здесь порядка 16 клубных формирований, в которых занимается 270 человек. Это не только для детей, но и для взрослых. Есть казачий коллектив «Свет казачества». У них есть для старшего поколения клубные формирования у кабелька, где люди собираются, обсуждают какие-то свои вопросы, и тематические мероприятия для них проводятся. В летний период проводим летние вечера 50+. Люди приходят, танцуют, отдыхают. В прошлом году учреждение отметило 65-летний юбилей. За это время это первый капитальный ремонт в здании, но на этом работы не закончились. Директор дома культуры планирует реконструкцию второго этажа. Второй этаж у нас в перспективе. Без этого никак нельзя, потому что именно в фойе мы проводим все массовые мероприятия. Люди приходят. И хочется, чтобы они приходили в уютное, красивое помещение, соответствующее нашим современным требованиям, при этом сохранив историю. И мы это будем делать обязательно. Отметим, в Приморском крае в рамках нацпроекта и краевой госпрограммы за 4 года проведен капитальный ремонт более 100 муниципальных объектов культуры, созданы 3 виртуальных концертных зала и 10 модельных библиотек, приобретено 7 автоклубов, построено 3 дома культуры в сельской местности. Артём Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.